Не наука была, а была тривия, да? А в тривии было много понятий, которые сейчас выкинуты. И, допустим, вот тот же самый теплород, да? Это движение частиц по кругу, то, что мы сейчас говорим, торсионные поля, да? И почему он назывался теплород? Потому что он рождал тепло, он разогревался. Потому что все вращающиеся предметы тянут к себе. Ну, они все в связи вплоть до планеты. Все же вращаются, вот они с друг другом обменяются энергией. И поэтому, ну, та же Земля, да, она передает это движение вот этим частицам. И он разогревается, теплород. Или флагистон, то же самое, но это огненное вращение. Но у нас там еще были разные понятия, которые, в общем-то, как бы закрыли. Вот, но они от этого не перестали существовать, они все равно существуют. И поэтому у нас много явлений, которые связаны были с чудесными вещами, они исчезли. Потому что у нас исчезли вот эти понятия вращающихся частичек. Хотя мы говорим, что и атомы там вращаются, и молекулы вращаются. Но там ведь есть, когда большие части вращаются. Ну, тот же теплород, он ведь там конгломераты могут, молекулы атомов вращаться. И они ведут себя совсем по-разному. И поэтому видов там тех же самых теплородов много. У нас только температура понятия есть. А температура – это просто колебания. А вращение – это уже совсем другие вещи. И другие совсем явления. Ну, и вот у нас по этому думали, что там Ломоносов вроде как эту ввел температуру понятия. А Флагистон вроде как это отвергли. Но это тоже все. Это все фикции. Это все придумано. Придумано про науку. Потому что наука, она вообще только в начале XX века появилась. С появлением теории относительности. До этого все-таки была отривия, которую назвали оккультизмом. Ну, и с которой, в общем-то, боролись успешно. И, в принципе, сейчас нужно бороться. Продолжение следует...